Доброе утро еще раз всем! 21 ноября пятница на календаре. Александр Межен и Ольга Бурлакова в студии «Хорошего настроения». Всемирный день телевидения мы отмечаем сегодня. Всех коллег поздравляем. Оля, я тебя поздравляю, поскольку... А где подарок? Подарок? А подарок после передачи. Кстати, почему именно сегодня отмечается этот день? Потому что первый всемирный телевизионный форум прошел в 1996 году именно в этот день. Вот с тех пор и повелось отмечать и поздравлять друг друга. Убеждена, что тема телевизионного закулисья и вот этой телекухни всегда была во все времена интересна всем без исключения. Мы обещаем чуть попозже приоткрыть завесу тайны, ну а прямо сейчас узнаем у детей, что же такое телевидение и как оно работает. Это интересно. Сначала в камеру снимают, потом кто-то перекачивает в телевизоры и показывается. Когда его включают, эти провода идут все по домам разным, а другой провод, а один какой-то идет, 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 идет в другую сторону. Передачи работают только когда их все спотают передачи. Это программа. Нужна камера, чтобы снять телевидение. Камера, у него тут такой крючок-вентилятор, как треугольник, еще такой квадратик внутри, такой кружочек и прямоугольник. Передачи сначала снимают, а потом через неделю показывают. Кто-то снимается в театре, одевается, как смешарики или кто-то там в фильме и играет ими. И вот так работает телевизор. Я хочу быть кинозвездой. А я люблю объяснялки. Я люблю мультики всякие. Потому что они всегда смешают детям. Итак, друзья, мы продолжаем поздравлять всех с тем, что мы проснулись, что вы проснулись. Ну а также поздравляем всех телевизионщиков с их профессиональным праздником. Всемирный день телевидения отмечает сегодня вся планета. Но поскольку телевидение касается в той или иной степени абсолютно каждого, то, в общем-то, у всех сегодня праздник. Ну а встречать праздник мы, конечно же, будем с нашими гостями, точнее с гостей. Ну какой очаровательный. Заместитель генерального директора ЗАО «Столичное телевидение» Анастасия Ганиева у нас сегодня в студии. Мы очень рады, особенно я. Доброе утро, Настя. Мы поздравляем тебя и я. С нашим профессиональным праздником. Самое-самое утро, а мы встречаем его на работе. У нас есть работа, это здорово. На любимой работе. Это самое главное. Плюс один кармин. Ну, видишь, у нас же продюсер с нами, ну как мы по-другому можем здесь разговаривать. Хорошо, что у нас такой сплоченный коллектив, и вот в дружественной обстановке всегда что-то и рождается такое приятное, душевное. И такие проекты, мне кажется, у нас соответствующие на нашем телеканале. Настя, а вообще, если к истокам обратиться, с чего началось? Вот сколько лет ты в телевидении уже? Сейчас посчитаем. Ну, на самом деле, более 13 лет. Да. Когда мне было... Вот сейчас скажу, сколько, и сразу все поймут. Ладно, это все шутки. Когда мне было 15 лет, папа так как-то, сидя на кухне, спросил, слушай, ну, все-таки, кем же ты хочешь быть? Я все время говорила, в детстве я хочу продавать мороженое, потому что понимала, что его можно будет очень много кушать. Вот. Ну, а тут такой был серьезный вопрос, и серьезный папе был ответ, я хочу быть журналистом. Жила я в городе Гродно, как Саша знает прекрасно. Ну, и папа сказал, ну, отлично. Посадил меня в машину, подвез к телевидению в городе Гродно. Прямо сразу с кухни посадил. Ну, это было прямо в этот же день, только после обеда. Я на полном серьезе говорю, подвез, говорит, вон, видишь, о, такая дорожка и шлагбаум, да. Вот иди вот за этот шлагбаум, там телевидение. Скажи, как тебя зовут фамилия, и что ты хочешь там работать. Я не шучу, я сделала это, я прошла через проходную, сказала, я хочу там работать, начала там администратором, журналистом, корреспондентом и так далее, начала учиться с практики, то есть не с теории, а с практики. И вот как зашла за шлагбаумом, так оттуда уже не выхожу. То есть ты еще училась в школе? Вот, я всегда работала, всегда. И я не жалею, потому что я, когда сейчас смотрю на студентов в БГУ, на журналистике, я всегда говорю, ребята, идите где-нибудь практикуйтесь, потому что вы пять лет учитесь, это прекрасно. Но параллельно вы же можете такой колоссальный опыт получить. Вы же молодые, вы все успеете. На себя. Я успевала. Энтузиастов много, и это здорово, потому что, мне кажется, на нас держится телевидение, как бы это ни звучало, но на людях, которые обожают и любят свою профессию, и встречают ее утром на работе, то благодаря таким людям профессия и вообще, в принципе, направление будет развиваться. Кстати, главная ошибка многих, профессионалов в том числе, когда они чего-то добиваются, они немножечко успокаиваются, им предложили какую-то должность, они сидят спокойно и наслаждаются уже. Анастасия не такая. Она даже, когда чего-то добивается, стремится добиться еще большего. Мы знаем, что ты не хотела сидеть сложа руки на каком-то тепленьком местечке. Ты ездила смотреть, учиться, работать на какие-то серьезные проекты в России. Вот что это был за опыт? За вот этот год я успела съездить в Польшу, посмотрела, как снимается известный проект Voice, голос, который снимается во многих странах. Я была на телеканале ОРТ, на телеканале Россия. На ОРТ я посетила несколько съемок программ «Пусть говорят», посмотрела, как они здорово работают в прямом эфире, что значит профессиональная работа и ведущих, и команда, которая за кадром. У меня был колоссальный, потрясающий опыт работы на «Фабрике звезд» при Константине Меладзе, когда я работала простым администратором. Я просила, пожалуйста, прикрепите меня к любому вообще самому администратору. Я буду помощником администратора, администратора, что угодно. Но лишь бы я попала в эту атмосферу, чтобы посмотреть, как вот с самого низа все создается, до великих продюсеров, которые там, ну, вершат настоящее телевидение. Самое важное – это команда. Вот у нас на канале потрясающая команда, которая работает над программами, над проектами. Не так давно была на хорошем медиафоруме в Санкт-Петербурге, где говорили очень много о форматах, и говорили о том, что сколько бы новых форматов ни придумалось, либо ни повторялось, формат такой, как «Талант-шоу» – это самый популярный формат, все равно остается, бьет все рейтинги. «Реалити» и «Формат-шоу», то есть они как-то так, да? Если говорить вообще, в принципе, о тенденциях, то сейчас «Талант-шоу» объединяют с интернетом, социальными сетями, когда ты можешь, сидя в какой-нибудь социальной сети, смотреть шоу и голосовать за любимого участника, я думаю, что мы к этому тоже придем. Или за себя любимого. Или за себя любимого, да. Ну, то есть, как бы, это такой вот коннект интернета, телевидения и именно «Талант-шоу». Я очень рада, что на нашем канале есть потрясающая команда, которая создает очень хороший проект, вы каждый день практически о нем рассказываете. «Поющие города» три, в данном случае три. Третий сезон уже очень успешный. Ну, на фоне тех других, там было только начало, проект, можно так сказать, рождался, зарождался, рос. Он рос. И вырос теперь действительно в потрясающее шоу. Мы не боимся так говорить. Все зрители, которые уже видели первый полуфинал, они это уже оценили. Завтра, напомню, смотрите внимательно на телеканале СТВ второй полуфинал «Поющие города». Третий сезон, а 29 ноября – финал. Ура! Вот что ты можешь сказать об этом проекте, как он создавался, может быть, что-то уникальное, вот про творческую группу? Ну, уникальность этого проекта в том, что мы полностью поменяли формат. Мы создали творческие группы, мы пригласили на работу шесть продюсеров, которые под свое крыло взяли шесть областей. Мы создали команды, где есть аранжировщики, стилисты, визажисты, парикмахеры, преподаватели по вокалу, хореографы, и это дало результат. Мы очень долго думали, оставить ли предыдущую концепцию, либо что-то новое. Мы долго как бы так, ну, расписывали на листике плюсы-минусы и понимали, что надо рискнуть, надо попробовать, и это выстрелило. Это выстрелило, потому что мы пригласили, ну, если там шесть человек умножить на шесть команд, надо представить, сколько человек, профессионалов, которые взялись за абсолютно неготовый материал и лепили, как из пластилина, что-то. И мы очень боялись, что же это будет. Когда мы увидели репетиции, мы, конечно, были в таком приятном шоке. Получилось действительно шоу. Кто-то назвал это шоу как формат Евровидения. Были номера потрясающие настолько, что можно было брать и действительно там на Евровидение отправлять. Стоит ли ожидать продолжения формата «Поющие города»? Я имею в виду, вот выступили, появились победители, либо какие-то области, которые наиболее ярко выступили. Стоит ли ждать какого-то, не знаю, там, тура по городам? Надо ли готовиться кому-то к тому, чтобы присоединиться к команде, может быть? Ну вот ты забегаешь вперед, раскрываешь сразу все тайны. Я вам задаю вопрос. Естественно, сейчас после того, как съемки третьего сезона закончены, эфиры еще у нас продолжаются, мы думаем уже сейчас на четвертом сезон у нас была потрясающая творческая встреча со всеми продюсерами, но мы долго обсуждали, как же, что уже внести нового, это первое. Второе, все единогласно сказали, нужен тур, тур по городам Беларуси, по областным центрам, и победителей, и финалистов, и участников проекта, потому что они достойны большего внимания, нежели чем там три концерта, да, два полуфинала, три финала. Да, 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 они достойны, и понимаете, уникальность проекта «Поющие города» в том, две уникальности, во-первых, это не формат, это собственное производство, собственный продукт, который был придуман здесь, в Минске на телеканале СТВ, это супер. И второе, самый жирный плюс, это народность этого проекта, потому что мы не берем суперзвезд, и делаем из них мегазвезд, мы берем обыкновенных простых людей, просто с завода, просто с деревни, просто с маленького города, и для них мы строим вот эту сцену, для них мы собираем 4000 зрителей, для них делаются такие номера. Я вам просто расскажу один маленький случай, одна из участниц на финале, вернее, на первом полуфинале, когда она вышла, приехала в зал репетировать, она стояла и плакала, думала, господи, да что же случилось-то, ребенок плачет, я говорю, что же ты плачешь? Она говорит, и это все для меня! Понимаете, ну то есть осознание того, что она еще два месяца назад жила там у себя, ну в щучьи, или где-то, и она приехала, и для нее действительно построили эту сцену. Вот это крутость этого проекта, я считаю. Итак, «Поющие города» третий сезон, смотреть всем обязательно. А мы благодарим за утреннюю беседу заместителя генерального директора ЗАО «Столичное телевидение» Анастасию Ганиеву, она же гениальный продюсер. Ой, ну-ну-ну-ну. Действительно потрясающее шоу «Поющие города», и не только, и впереди еще много и много, и мы этого тебе от души и Насте желаем. Я очень надеюсь на плодотворную, совместную работу, я вас поздравляю с нашим праздником, зрителям просто отличного, хорошего дня, и если вам нечего будет делать, поздравьте нас где-нибудь в социальных сетях либо на сайте Си-Ти-Ви-Байм. Нам будет приятно. Поддерживаем и сообщаем, что буквально через считанные минуты в студии «Хорошего настроения» появятся представители Брестской области, поющих городов. Это Святослав Позняк и Ирина Литвин со своей песней, конечно же. Так что не переключайтесь. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 ПЕСНЯ АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ